Норильская станция скорой помощи готовится отметить событие, которого ждали медики четверть века. В КРК они заканчивают строительство районной подстанции. Старое помещение практически было не приспособлено к такому виду работ. Находится в жилой девятиэтажке, а гараж отдельно, по другому адресу. Открытие нового здания КРК – значительный этап в развитии местного здравоохранения. От неотложки до профилактики заболеваний в очередной серии проекта «80 лет краю». Метр двадцать пять. Выборная часть. Стальную дверь скоро повесят на петли. С нее откроется порог новой и очень долгожданной КРК подстанции скорой помощи. 700 квадратов. Здесь и диспетчерская, и прием больных, комнаты первичного осмотра, техблок. А это место будущей галереи, которая соединит здание с гаражом для трех машин скорой. Именно такой доступности врачей к реанимобилям ждали в КРК 25 лет. Старая неотложка пока еще в квартале от своего гаража. Медики теряют время до приезда к больным – от пяти до семи минут. И для кого-то это критические минуты. А вызова в сутки бывает до полусотни. Самый большой минус, что гараж у нас находится отдельно от скорой помощи. И время доезда до больных, естественно, удлиняется. Это один из важных критериев времени нашего доезда. Сравнивать новую неотложку со старой бессмысленно. Разница во всем. С 89-го года персонал ютится на первом этаже жилой девятиэтажки. Соседи жалуются на громкую работу диспетчера в случае вызова. Стены здесь заел грибок, ремонта не было лет 20. Постоянно идут тяжбы с Роспотребнадзором о полном несоответствии здания с Анпином. Скорая сама давно нуждалась в неотложной помощи. Это 100% разница. Там подстанция находится в жилом доме. Первый этаж. Неприспособленные помещения. Даже здесь, во-первых, квадратные метры. Те, которые нам позволяют по саннепитнадзору. Мы привели это все. Теперь к нам Роспотребнадзор уже не может предъявлять никакие санкции. Потому что на сегодняшний день мы находимся в судебных тяжбах. К 28 ноября, в день юбилея Кайрканской скорой, медики начнут свое дежурство уже в новом здании. Оно обошлось городскому бюджету в 40 миллионов рублей. Строят его два года. Здравоохранение в Норильске – это не только неотложка, но и большая система профилактики. Диспансеризация или, иными словами, массовое обследование здоровья населения проводится в Норильске ежегодно. В этом году диспансеризацию по плану прошли 22 тысячи взрослых норильчан и 23 тысячи детей. Есть дети первые, то есть абсолютно здоровые детки. Их около тысячи человек из осмотренных, которые выявлены, там 800 чем-то детей. И основная масса, подчеркну, это вторая группа здоровья. То есть в целом это здоровые дети, даже не сколько с отклонениями, с какими-то задачами для наблюдения динамического. Программа диспансеризации определяется для каждого индивидуально, в зависимости от пола и возраста. А цели едины – выявить хронические заболевания и факторы риска, чтобы можно было быстрее победить болезни. Среди взрослых, например, выявлено несколько случаев онкологических заболеваний. И еще в той стадии, когда с лечением не опоздали. Этот успех связывают с выстроенной программой онкоскрининга, бесплатной и доступной. За эти 4 месяца мы уже выявили у одного человека с раком молочной железы и у одного, я про онкологию сейчас говорю, рак кишечника. Сами понимаете, что если бы этой диспансеризации не было, люди бы просто об этом не знали. Врачи подчеркивают, что даже на фоне хорошего самочувствия иногда выявляются серьезные заболевания. Понятное дело, потребуется время, чтобы пройти скрининг. Но это то время, которое будет потрачено не зря. Горожане могут рассчитывать на стандартный минимум инструментальных и лабораторных методов обследования. И при необходимости более детальную диагностику. В возрасте от 40 где-то лет у женщин повышается риск развития раком молочной железы. Поэтому диспансеризации, начиная с 39 лет, женщины как раз проходят маммографию. Кстати, среди онкологических заболеваний рак молочной железы, в том числе у нас в Норильске, первое место занимает. Медики размещают информационные справки в поликлиниках. Там сообщают, где и как можно пройти диспансеризацию и онкоскрининг. И обещают сделать посещение врачей максимально удобным для горожан, которые хотят пройти обследование и убедиться, что с их здоровьем все в порядке. Ольга Мокряк, Александр Ворин, новости из Северного города. Стратегию развития компании, экологическую политику заполярного филиала Нурникеля с представителями компании обсудил во время своей рабочей поездки в Норильск, исполняющей обязанности председателя правительства Красноярского края Виктор Томенко. О чем конкретно шла речь в материале пресс-службы заполярного филиала. Виктор Томенко отметил, что Норильский никель по-прежнему остается одним из крупнейших работодателей, налогоплательщиков и недропользователей в крае. Договоренности между руководством региона и компанией о совместном сотрудничестве реализуются в полном объеме. Особенно заметно это в бюджетной политике края. Платежи, которые ожидаются от компании в этом году, они, мне кажется, больше, чем в полтора раза по сравнению с уровнем прошлого года, ну, по налогу на прибыль. Директор заполярного филиала Александр Рюмин заметил, что, согласно стратегии развития компании, объемы производства металлов остаются на прежнем уровне. Речь идет о переконфигурации производства, закрытии устаревшего никелевого завода, переносе рафинировочных мощностей из заполярного филиала на Кольскую ГМК, модернизации Надеждинского завода и реконструкции Толнаской обогатительной фабрики. Запуском нового пускового комплекса ТОВ увеличит объемы переработки богатых и медистых руд до 10 миллионов тонн в год. Ну, вот если вы помните, фабрика, там есть кусок незанятый, но там, на этом незанятом пуске строится 10 миллионек уже, приступили фактически, там с небольшой пристройкой, вот, это будет первые 10 миллионов. В настоящее время, отметил Александр Рюмин, прорабатывается технологическое и экономическое обоснование увеличения производительности ТОВ до 20 миллионов тонн в год. Одна из важных задач – переконфигурация производства, снижение выбросов загрязняющих веществ. Мероприятие на Медном и Надеждинском заводах позволит снизить выбросы диоксида серы почти на полтора миллиона тонн в год. После закрытия устаревших мощностей никелевого завода они снизятся еще на 400 тысяч тонн. Затраты заполярного филиала на охрану окружающей среды в этом году составят почти 21 миллиард рублей, а всего с 2010 по 2014 годы на природоохранные мероприятия потрачено около 90 миллиардов рублей. Виктор Томенко высоко оценил работу компании заполярного филиала по всем направлениям. Сегодня в Красноярском крае все-таки есть такое полное и глубокое понимание и роли, и значения, и места компании в экономике, в социальной жизни. По многим абсолютно направлениям компания является таким не просто лидером, а примером. Для того, как себя надо вести крупным предприятиям. И я вас за это от имени руководства очень благодарю. Денис Перескоков и Нашимулина. Пресс-служба заполярного филиала для новостей северного города. Между тем, в заполярном филиале на повестке дня по-прежнему промбезопасность. Директор филиала Александр Рюмин встретился с линейными руководителями ЦАДКО. Несмотря на то, что с начала года у транспортников несчастных случаев не было, профилактика уместна всегда. С начала года в заполярном филиале Норникеля зарегистрировано 14 несчастных случаев, в том числе три тяжелых и один смертельный. В прошлом году было 20 фактов производственного травматизма, и нынешняя динамика, казалось бы, положительная. Но травматизм остается, и чаще всего страдают работники минерально-сырьевого комплекса. Александр Рюмин отметил, что зачастую виноватыми в случившемся оказываются сами пострадавшие. Хорошим примером безопасного производства директор заполярного филиала считает отношение к работе сотрудников зарубежных компаний. Не будет рабочий выполнять работу, если у него в инструкции не написаны эти пункты. Но то, что в инструкции написано, он будет с доскональной точностью, пунктуальностью выполнять. Выполнять 1-1, потому что он знает, а, с него спросят, если он не выполнил что-то, и, б, он знает, что если что-то случится, случится с ним, когда он будет выполнять ту работу, которая ему предписана, значит, он обеспечен страховкой. Теперь об итогах работы заполярного филиала в августе. С планами все справились. На ряде предприятий прошли важные ремонты. Часть работ предстоит закончить в сентябре. В частности, на цементном заводе продолжается 30-суточный ремонт клинкерной линии. Впрочем, на выпуск готовой продукции это не влияет, поскольку в течение года был создан запас в общей сложности. К началу ремонта удалось накопить более 50 тысяч тонн клинкера. На никелевом заводе уже в ремонте печь кипящего слоя. И на 5 суток ремонта остановят рудно-термическую печь номер 2. Большая работа предстоит на медном заводе. Сначала здесь отремонтируют участок серно-кислотного производства. Затем на 75-суточную реконструкцию остановят вторую печь Ванякова. А норильские газовики принимали поздравления с профессиональным праздником. Торжественной церемонии принял участие исполняющий обязанности премьер-министра края Виктор Томенко. Спасибо, Виктор Петрович. На церемонии Виктор Томенко оказался не случайно. Газовая промышленность наряду с металлургией является одной из перспективных для края. Норильские газовики зарекомендовали себя как настоящие профессионалы и удостоились благодарности как от краевых, так и от федеральных властей. Пообщаться с первым человеком в краевом правительстве удалось и нам. Виктор Томенко стал гостем новостей северного города. О первоочередных задачах правительства он расскажет прямо сейчас. Виктор Петрович, спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости в северный город, чтобы ответить на важные вопросы для всех норильчан. Вы для города, и город для вас не чужой, да? Вот как вы в этот приезд нашли свой родной город? И не могу вас не спросить, как у первого человека в правительстве, вообще какие перспективы у Норильска? Есть ли они? Последний раз я был в Норильске в начале лета, наверное, уже так на исходе весны. Сегодня, вот осенью, сравнив то, что у нас было по окончании зимнего сезона, после того объема работ, которые по городу были проведены, посетив довольно много разных наших учреждений, организаций, реализованных проектов уже, у меня очень позитивное настроение и очень позитивную оценку я хотел бы дать тому, что в городе происходит. То направление, тот курс, который сегодня сформирован городскими властями, который сегодня проводит руководство компаний, предприятий Норильского никеля, который сегодня бизнес остальной города проводит, они направлены на то, чтобы закрепить достигнутое и двигаться вперед, развиваясь. Не могу не спросить о взаимодействии Кабинета министров с ВРИУ губернатора края. Вы уже достаточное время работаете вместе. Как выстраиваются отношения, какие задачи он ставит сейчас перед правительством края? И какая часть этих задач касается развития Севера, Норильска в частности? Отношения складываются, конечно, в первую очередь по такому рабочему сценарию. Отношения в первую очередь направлены на то, чтобы в период, пока у нас должны состояться выборы, и должен быть окончательно решен вопрос о высшем должностном лице Красноярского края, а от этого в соответствии с уставом края формируются дальше и правительство, другие органы исполнительной власти. Значит, вот чтобы в этот период ни в коем случае не была потеряна дееспособность властей региональных, это государственная власть, для того, чтобы проблемы, которые были намечены к решению в этом году, обязательно были выполнены, и чтобы возникающие новые вызовы, которые сама жизнь перед нами ставит, чтобы на них был тоже адекватный и достойный ответ. Вот этими вещами мы сегодня занимаемся. Но новые некоторые также события происходят, которые связаны, например, с взаимоотношением со внешним миром, и вот известный санкции, пакет санкций, который принимается один за другим в отношении России, вызвал, конечно, реакцию руководства страны, реакцию государственной власти Российской Федерации в этой связи, и есть определенные вещи, которыми мы и раньше занимались, например, мониторинг уровня цен, обеспеченности нашей, продовольственной безопасности и так далее. Но сегодня этим вопросом особенное внимание и звучание придается, поэтому здесь надо тоже обязательно не упустить момент, не расслабиться, не пропустить какие-то вещи, которые могли бы последствия иметь, скажем, социальные или политические, и этим мы тоже сегодня занимаемся. Далее к локальным вопросам. Перевод норильского здравоохранения был воспринят норильчанами не очень так однозначно, и в городе сейчас поговаривают, что все готово вернуться на круги своя. Вот так ли это, и что сейчас происходит в краевой медицине? Ну, насчет того, что все готово или должно вернуться на круги своя, я этого подтвердить никак не могу. Значит, те решения, которые состоялись по поводу того, что медицина должна быть поднята на уровень региональный, это, значит, та тенденция, которая идет по всей стране, те процессы, вернее, которые идут по всей стране, даже не тенденция. Значит, что касается в целом обстановки, ну, я и в этот приезд пообщался здесь непосредственно с представителями нашего здравоохранения городского и, естественно, рабочие у нас контакты в ежедневном режиме с отраслью, с руководством отрасли, с министерством. Здесь, я бы сказал так, у нас никаких существенных, я бы сказал, так сказать, значимых каких-то моментов не произошло, которые требовали бы особенного внимания. Все, что в системе здравоохранения сегодня происходит в Норильске, оно является логичным продолжением той работы, того курса, который проводили и местные власти. И сегодня мы, на самом деле, власть Красноярского края, от краевой до местного самоуправления, продолжаем проводить. Ну и напоследок о выборах. Хочется знать, насколько край готов к этому важному событию. Вопрос по поводу власти в Красноярском крае должен вот в это ближайшее время быть решен. Вот поэтому я думаю, что осознание того, что на выборы нужно прийти и нужно сформулировать свою позицию по поводу отношения к тому, кто же должен быть высшим должностным лицом края, и по поводу того, куда нам двигаться через это, куда нам двигаться. В ближайшие годы в нашем развитии нужно сделать обязательно. Спасибо вам за беседу. Спасибо. Ждем вас снова в нашем городе. Спасибо вам. В эфире новости северного города. До чего дошел прогресс? Чум с персональным компьютером и зоной Wi-Fi. Увидеть такое можно было в минувшие выходные на ежегодном этническом празднике коренных северян. Сейчас их традиции тесно переплетаются с массовой культурой. Поэтому быт таймырцев сплошные контрасты старины и современности. Репортаж Анны Томилиной. Здесь они стараются общаться друг с другом на родном языке, который сегодня так редко можно услышать в городах. Так сложно сохранить, ведь теперь в повседневной жизни коренные жители таймыра пользуются им редко. Эти ненки свой чум развернули сами, согласно обычаям предков. Не важно, сколько весят все эти жерди и полотна презента. Мужчины к ним не притронутся. Домашнее хозяйство – исключительно женский удел. У нас есть места, допустим, в центре, вот сюда, где я вот сейчас сижу, и вот эта женщина сидит, нельзя сидеть. А в основном сидят вот здесь, женщины с краю сидят. А молодая девушка ухаживает всегда вот с той стороны, где запечкает там. Она молодая. А более взрослая женщина вот у дверей. Но не у всех народов Севера тяжелая работа ложится на хрупкие женские плечи. У долга, например, чуму устанавливают все же мужчины, а женщины тем временем готовят для них угощения. Раньше долгане пили такой чай. Значит, чай должен быть крепкий. Разбавляли молоком или толокном, добавляли масло и пили с солью. Вот такой вот чай они пили. Одеваются представители пяти этносов таймыра тоже по-разному. Самые практичные среди них мганасани. Они носят короткие парки и высокую прямую обувь, чтобы легко передвигаться по заснеженной тундре. А самые нарядные – эвенки и долганы. Их в свое время даже называли дворянами Сибири. Уж больно любят яркую вышивку из бисера и цветных нитей. У долган длинная женская парка. Спереди она короче, а сзади длиннее. Потому что это, ну, в тундре нужды женские, да? И вот все это прикрывает, как бы сказать. И ветер, чтобы попадал. И садиться в нарты тоже, чтобы тепло было. Костюмы традиционные, а вот сказки у таймырцев уже самые, что ни на есть, русские народные. Колобок, колобок спешит. Куда спешит? А он спешит в Дудинку на праздник, на стойбище. Это на стойбище развернулось в тундре, в 13 километрах от Дудинки. Пейзаж здесь, скажем прямо, совсем не урбанистический. Так что, кто бы подумал, что даже здесь можно найти зону свободного Wi-Fi. Работает вся электроника в чуме вот от такой печки. На ней можно и традиционные лепешки пожарить, и компьютер запитать. Это проект студентов таймырского колледжа под названием «Умный чум». Реализовали его на грантовые деньги норильского никеля. Печка, кстати, стоит не так уж и дорого – 50 тысяч рублей. Весит вдвое меньше обычной буржуйки – всего полцентнера. Эта печь, она уникальна для проживания в кундре. Она, во-первых, топится обычными дровами, хоростом. Но она устроена так, эта термофор-печь, что дает возможность вырабатывать ток. И вот у меня в руках находится провод, и здесь находится порт USB. То есть мы можем заряжать телефоны, подключать плазму телевизионную, дает возможность светом освещать этот чум и обогревать этот чум. Еще не так давно подобные достижения цивилизации были неизвестны коренному населению таймыра. Альбине Алексеевне 63 года. Она застала еще те времена, когда многие в тундре были неграмотными и никогда не видели города или крупного поселка. К тому же при советской власти о сохранении многих традиций и речи не было. Не первый класс был раньше, а нолевой класс. Почему нолевой класс? Потому как мы не знали русского языка. Мы из тундры приезжали, нас на вертолетах всех собирали в стадо. Как бы я вам сейчас скажу, как в стадо ребятишек. Так мы убегали в лес, в тундру. Вот, вы знаете, леса тундра убегали, прятались, чтобы нас не увозили от родителей. В интернатах мы жили. А теперь тому, кто желает сохранить культуру и карты в руки. Власть мешать не будет и даже поддержит, говорят таймерцы. Дождь и ветер не испортили настроение участникам и гостям праздника. Национальные танцы с бубнами заставили пуститься в пляс даже зрителей. Изумительно. Несмотря даже на то, что нет солнца, но полного солнца больше, чем нужно в наших сердцах и в выступающих, и в людях, которые здесь собрались. Просто изумительно на самом деле. Тепло и уютно. Анатомилина Артем Смирнов. Новости Северного города. Как приручить мотоцикл? Норильский Центр Безопасности Движения провел первенство по фигурному вождению мотоцикла. Никаких гонок и виражей. Главное – мастерство. Ведь гонять может каждый, а искусно маневрировать на минимальной скорости – вот это высший пилотаж. Как сделать, чтобы ты управлял мотоциклом, а не он тобой, узнала Ольга Макряк. Хорошо рычит новенький 200-кубовый дорожный мотоцикл Игоря. Это отечественный калининградский мотопром, между прочим. Его родители подарили полтора месяца назад. Сразу категорию «А» парень открыл. Да наказ от отца профессионального мотогонщика получил. Мол, гонять любой может, а ты, сын, мастерством занимайся. Мотоцикл на самом деле 200 кубиков. То есть это самое то, чтобы учиться ездить и так далее. Все очень просто. Сцепление, ручка, газа. А вот и старший в поколении мотогонщиков Александр Мальцев. Он и главный судья соревнований и преподает в Центре безопасности движения. Сам сына на категорию учил. Последний раз я проводил это соревнование, будучи в автошколе, лет 30 назад. И мы специально, вот я предложил, так сказать, и руководство пошло навстречу. Организовали бы эти соревнования для того, чтобы и пригласить всех желающих. Представьте, как вы бы управляете мотоциклом. Быстро мы все умеем ездить. А вот как медленно и какие-то фигуры определенные, это сложно. 13 участников соревнуются именно в аккуратном фигурном вождении. Здесь и змейку пройти надо, и коридор, и мостик. Штангу головой не задеть, и филигранно кольцо на стойку повесить. Есть среди участников и одна разжеволосая девушка со шлемом в два раза больше ее миниатюрной головки. Стесняется публике и камеры. Свободная и, как никогда уверена, она только на мотоцикле. По времени Алена прошла свой этап блестяще, хотя и допустила тактические ошибки. Но однозначно она получила все зрительские симпатии. Какое-то, не знаю, ощущение свободы, наверное, какой-то. В машине, в коробочке как бы все равно. А здесь более ощущаешь пространство вокруг себя. Те участники, которые не имеют своих мотоциклов, могли взять их для конкурса в Центре безопасности движения. Главное требование для всех соревнующихся – это наличие любой водительской категории. В остальном ограничений нет. В общем-то, и цель мероприятия – это сохранение жизни и здоровья. Это пропаганда правил наружного движения, здорового образа жизни, вовлечения молодежи к этим видам спорта. Соревнования определили и победителей. Игорь Мальцев занял третье место, а Алена в призеры не вошла. Но все участники получили памятные призы и опыт безопасного вождения, чтобы не фигурировать в тревожных сводках ГАИ. Ольга Макрян, Геннадий Зверев, новости северного города. Во вторник большая часть Центральной Сибири будет находиться во власти обширного циклона, наполненного полчищами дождевых туч и влажными массами воздуха с температурным режимом в целом, соответствующим своей климатической норме. Лишь на Таймыре показания барометров начнут расти, благодаря чему изменится тенденция к постепенному улучшению погоды. Атмосферное давление немного понизится и составит 748 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Ночью в Норильске переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха в Норильске и в Дудинке от плюс 1 до плюс 4. Днем в городе переменная облачность, вечером местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура в Норильске и в Дудинке плюс 8,11. Продолжение следует...